Привет из прошлого! Для меня, как и для многих жителей района Останкино, слово благоустройство уже граничит с такими словами, как воровство и уничтожение. В этом видео речь пойдет о многострадальном сквере Аргуновская-Новомосковская. Для тех, кому интересно, как выглядел сквер до нового благоустройства, рекомендую посмотреть вот это видео. Представьте ситуацию. У вас в квартире сломался стул и кое-где отвалился плинтус. Что будете делать? Просто прибьете плинтус и купите новый стул. Но в нашей истории решили сделать ремонт во всей квартире. Вернемся в ноябрь 2018 года. 19 числа на сайте госзакупок открывается конкурс выполнения работ по разработке проектно-смертной документации на благоустройство сквера. Сумма указана 7 миллионов рублей. Это 7 миллионов рублей к уже потраченным 44 миллионам на благоустройство сквера в 2013 году. Был разработан проект. В интернете можно найти картинки. Но, видимо, получив знак свыше, «Ой, ангелочки». Решили сквером не ограничиваться. Поэтому 28 мая 2019 года появился новый контракт под названием «Выполнение проекта изыскательных работ по комплексному благоустройству улиц и общественных пространств». Стоимость контракта – 29 миллионов рублей. Бабки, бабки, сука, бабки! Но еще за две недели до этого сквер уже был огорожен и его начали разбирать по частям. Информационный щит гласил – начало работ 13 мая, окончание 21 ноября 2019 года. На генплане было отмечено место под памятник княгини Ольги. «Что за ужас тут творится?!» Рабочие аккуратно разбирали прекрасные дорожки и увозили камень на склады жилищника. На этом аккуратность заканчивалась. Для прокладывания коммуникаций беспощадно рубили корни деревьев и кустарников. Со всей площади сквера был снят верхний почвенный слой. То, как это происходило, можно посмотреть в другом видео. Или там будет. Напоминаю, проекта нет. На все жалобы жителей и районных депутатов, коих было немало, департаменты отвечали – все в порядке, ведутся подготовительные работы. Люди даже дежурили возле сквера и привлекали внимание к проблеме с помощью плакатов. 30 мая жители пригласили на встречу главу управы Горожанкина, чтобы он увидел происходящее своими глазами и остановил незаконные работы. Пришел Горожанкин, посмотрел. «А кто это? Это что это? А кто это здесь?» Выяснилось, что его заместитель Кучма подписал документы о начале подготовительных работ без проектной документации. То есть, рытье траншей и прокладывание коммуникаций происходило незаконно. Работы никто не остановил, глава управы ушел, рабочие техники остались, проекта нет, все прекрасно. Геннадий Михайлович, вы так кичитесь, что вы являетесь казаком и исаулом, так почему вам не хватает смелости сказать в лицо жителям, что вам насрать на наше мнение, что вы будете делать только то, что вам говорят сверху, или что происходит в ваших интересах? Почему вы обещали разобраться в проблеме, но так ничего и не сделали? Неужели вы настолько бесполезны в качестве главы, что не можете справиться с такой небольшой проблемой, остановить незаконные работы? Даже свет озарил мое лицо, и только 10 мая 2019 года наконец-то появился контракт выполнения работ по комплексному благоустройству улиц и общественных пространств, где можно было посмотреть генплан проекта и сметы. Но к тому моменту от старого сквера мало что осталось. Спустя два месяца со сквером было покончено. И как бы ставя жирную точку, 7 сентября Горожанкин самолично открывает, как он это сам назвал, завершающий штрих архитектурного комплекса. 15 сентября к храму заявился сам патриарх и осветил памятник, о чем сразу же раструбили местные СМИ, а префект Беляев поставил памятник в один ряд с такими великими монументами, как рабочие колхозницы и покорителем космоса. Евгений Рыбин, перечислив присутствующих на богослужении Беляева Горожанкина, Бирюкова, Ресина, Слуцкого и Егорову, Оценил труд строителей и назвал попытки местных жителей и депутатов, старающихся хоть как-то подвести все под рамки закона, неадекватным давлением. Что мы получили за 250 миллионов рублей, выделенных на благоустройство благоустроенного сквера? Новые лавочки, три детских площадки, за ту, которая около Дома пионеров, спасибо, гранитные бордюры и дорожки, вырубленные и заново посаженные деревья и кустарники, рулонный газон вместо разнотравия, памятник Ольге, невнятный символ района, острый выступ на Оргуновской, перенесенная остановка на Новомосковской, убранная парковка возле школы 12-20. К сведению, этот сквер теперь считается прихрамовой территорией или прихрамовой. Как вам больше нравится? Мне никак не нравится. Я совершенно не против облагораживания пространства. Я только за. Только почему это всегда происходит не в рамках закона и без обсуждения с жителями, с настоящими жителями? Почему эти деньги нельзя было выделить на строительство школы 15-18, мусор от которой до сих пор не убран? Или вернуть горку на Звездном бульваре, о чем очень давно просят жители? Или вернуть нормальную парковку возле пятерочки Нацандры? Или отдать эти деньги на восстановление Шереметьевского дворца? Вот изюминка нашего района, а не какой-то сраный символ или памятник. Но на это у префекта Суправы нет ни денег, ни полномочий. Так что давайте устроим сквер для прихожан. А все, кто возмущаются, просто вечно недовольные москвичи. Если я о чем-то забыл упомянуть, пишите в комментариях. Всем пока! По полям, по полям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай. Кто же, 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 кто же. Идиот! Субтитры подогнал «Симон»